друзья всем привет я живу в краснодаре уже три с половиной года и сегодня я снимаю видео для того чтобы рассказать вам почему меня этот город полностью разочаровал и почему я сто процентов уеду отсюда когда доучусь осталось мне совсем немножечко сейчас идет четвертый год как я нахожусь здесь и честно этот город просто начал вызывать у меня какое-то уже даже отвращение не в обиду будет сказано тем кто любит этот город кто здесь живет это чисто мой субъективный опыт проживания здесь просто расскажу о том какие минусы обнажились когда я прожила какое-то время и почему я считаю что краснодар это не тот город куда стоит переезжать на юг ведь это видео не будет как-то касаться всей кубани на кубани очень много хороших районов для жизни очень много комфортных городов но в этом видео я расскажу именно про сам краснодар первое о чем я хочу вам рассказать это то что в краснодаре напрочь отсутствует какой-то единый архитектурный стиль города и к сожалению не жители этого города не власть они не смогли сохранить тот стиль южного городка который изначально был в краснодаре здесь одновременно с частным сектором новыми коттеджами старыми халупами и кубанскими мазанками строятся многоэтажки какие-то нелепые здания обитые бетоном стеклом здесь в этом городе очень любят строить именно вот старый исторический центр а рядом стоит какое-то несуразное абсолютно здание которое ну никак не вписывается и ты просто идешь по городу или едешь и ты не понимаешь как оно могло здесь оказаться кто вообще разрешил его здесь строить есть очень много уютных атмосферных улиц где еще камни вот эти где ходят трамваи кто знает как они называются напишите обязательно но есть настолько отвратительные улицы и настолько несуразные районы где ну просто не понимаешь как люди там живут частности тот же музыкальный микрорайон краснодарское гетто или как его еще называют краснодарский шанхай где просто строительные компании наверное не знают о каких-то городостроительных нормах там люди из одного окна смотрят соседское окно там балкон и упираются в друг друга там просто человек на человеке конечно есть очень комфортные районы где красиво уютно парки краснодар вот чем хорош что здесь большое количество именно парков здесь очень зелено но если говорить о каком-то едином стиле то его нету его нету и это не очень это некрасиво это смотрится нелепо как-то ляписто почему многие северяне едут на юг почему мы поехали на юг почему мы оказались здесь все просто мы замерзли нам захотелось солнышко тепла здесь тепло ничего не скажешь но в краснодаре как будто какой-то свой собственный мир почему потому что здесь климат какой-то аномальный если есть а то от краснодаре потому что вот сейчас конец октября такие претензий нет прекрасная погода солнечная осень чем хороша на кубани что холода наступает гораздо позднее и мы можем наслаждаться теплой погодой сейчас наверное порядка 25 градусов это конец октября чтобы вы понимали в моем родном городе уже выпал снег неделю назад наверное вот а здесь все еще ходят в шортах в очень легкой одежде конечно бывает холодные бывают не бывают заморозки но знаете тут такие вот как бы сказать вам температурные качели сейчас краснодаре золотая осень как вы видите везде желтые листья светит солнышко небо голубое но так абсолютно не всегда осень это прежде всего сезон дождей и дожди здесь бывают и хочется сказать о том что получается краснодар абсолютно не приспособлен для дождливой погоды потому что стоит только и в этом городе пойти какому-нибудь дождику то все город встает в пробку одну большую и здесь заливают тротуары можно просто плавать по улицам что касается каких-то определенных районов то там бывает настолько топит что люди плавают на лодках в общем устраивают себе веселье или допустим выходят из общественного транспорта из тех же маршруток и по колено оказываются в воде то есть что касается ливневок то город абсолютно не приспособлен к дождям если говорить про зиму то зимой здесь скорее всего вы не дождетесь абсолютно снега но вы скажете но ничего страшного можно съездить в сочи там покататься на лыжах поиграть снежки максимум что в краснодаре снег будет лежать один-два дня но в основном он выпадает и тут же тает и на улице такая грязюка это просто невозможно все серо как-то вот пасмурно еще вот эта грязь ну короче зимой можно словить настоящую депрессию на юге и краснодар не исключение как бы даже казалось бы ну уходи по каким-нибудь театрам всяким кафе куда еще можно зимой ходить но знаете это особо как-то не спасает когда за окном уныние северянам будет очень тяжело пережить отсутствие снега вам его будет хотеть ну конечно потом вы привыкните я сейчас уже тоже к этому привыкла и мои родители привыкли но тем не менее все равно скучаем скучаем по настоящей русской зиме так скажем которые в краснодаре нет и в этом его особенность если говорить про весну то весна это самое прекрасное время на кубани в краснодаре потому что вокруг начинают свести цветы появляться листики на деревьях весна приходит на кубани очень рано это прекрасно ты радуешься весна это мое самое любимое время года здесь на кубани например феврале люди здесь уже садят картошку в так называемые февральские окна когда уже тепло если удастся если вы сможете в это время посадить то все отлично а вот самое нелюбимое мной время года это лето почему потому что в краснодаре невозможно находиться летом здесь настолько жарко здесь просто от летом это нормально если будет держаться температура там 40 градусов и вы понимаете это город это большой город здесь пробки здесь загазованы здесь везде асфальт лежит и все это на жаре плавится и воздуха нет и ты идешь между многоэтажек даже в любом другом старом районе и этого воздуха очень не хватает как только начинается лето все мне становится просто невыносимо здесь жить конечно кому-то может быть это будет комфортно но я вот как то общалась с местным жителем которые прямо здесь вырос он сказал что погода очень изменилась климат изменился раньше не было такой жары то что сейчас он просто не представляет как здесь можно жить теперь это очень тяжело потому что круглые сутки работают кондиционеры тебе приходится если ты выходишь на улицу то с тебя просто сразу вот идет градом приходится постоянно обтираться то есть это настолько некомфортная летом погода в краснодаре что желательно уезжать отсюда это правда я уезжаю к родителям и там прекрасно там есть ветерок который обдувает и нету такой жары в краснодаре я ее просто не могу переносить когда у кого-то появилась мечта переехать на юг то в первую очередь он задумается о переезде в краснодар и поэтому краснодар сегодня очень перенаселенный город я помню что на дне города в восемнадцатом году озвучили что теперь краснодар официально город миллионник но это просто статус и его инфраструктура абсолютно не соответствует уровню конечно я еще не сталкивалась с переполненностью в школах когда там по 33 класса или с переполненностью в системе здравоохранения в садиках но что касательно общественного транспорта здесь полный коллапс просто невозможно уехать куда-то здесь в час пик настолько много народу в трамваях в маршрутках в троллейбусах то есть транспортная сеть она не справляется она не справляется с таким потоком пассажиров и ощущение когда ты заходишь в такой переполненный транспорт что ты едешь как килька в бочке это реально так то есть краснодару очень не хватает метро но к сожалению метро здесь никогда не будет построен я знаю что администрация как-то говорила о идее строительства наземного метро и чтоб вы имели представление что такое наземное метро это вспомните как в сочи вот такие вот кабинки ездят и предлагали строительство именно вот такого наземного ветра она едва ли бы помогло как-то сильно разгрузить транспортную вот эту сеть пассажиры оборот это ну согласитесь не очень разумное решение улица в краснодаре очень узкие машин много и поэтому город постоянно стоит в пробках в про в пробках конкретных я вам хочу сказать 89 баллов по вечерам это нормальное явление говорят что в краснодаре гораздо проще сесть на обычный велосипед именно так добраться до работы чем сесть на свой автомобиль ты будешь два часа ехать это еще в лучшем случае а что касается людей которые едут с той же яблановки адыгеи просто перебраться через мост там такой коллапс это что-то я как-то попадала в эти вот утренние вечерние пробки и это просто жесть других слов у меня не находится чтобы объяснить какая ситуация с переполненностью в краснодаре также когда многие переезжают жить краснодар они начитаются на форумах что от краснодара до моря два часа и ты типа сел на машинку доехал уже купаешься в черном море забудьте вот эту идею особенно летом много километровые пробки и вы будете стоять очень большое количество часов благо мы с этим не сталкивались потому что мои родители живут около моря и я приезжаю туда и я могу купаться когда мне захочется поэтому те кто именно живет краснодаре хочет постоянно бывать на море им как правило это не удается вам повезет если вы раз за лето побываете там еще один огромный минус из-за которого я просто не могу здесь жить это то что осенью в городе стоит вонища гай в общем в адыгее разрешено жечь рисовые чеки и так как адыгея находится совсем близко с краснодаром ее отделяют буквально река кубань и соответственно вся эта вонь оттуда идет в город и и ты не можешь открыть окна ты просто не можешь нормально дышать едкий запах дыма и гари и с этим приходится мириться и ты ничего с этим не можешь сделать вот кто сейчас живет краснодаре или когда тоже вот напишите все что я сегодня сказала правая была или нет возможно это мои какие-то выдумки домыслы мне очень важно чтобы вы написали в комментариях свое мнение какие вы считаете объективные или субъективные минусы жизни в краснодаре которые выявили лично вы поэтому друзья если вы хотите перебраться жить на юг и не знаете куда не зацикливайтесь на одном краснодаре есть очень много других хороших уютных комфортных для проживания городов и станиц на моем канале я как раз таки показываю вам о жизни в этих станицах я рассказываю о моя мама на своем канале берет интервью у местных жителей и они делятся своим жизненным опытом они рассказывают как они живут на своей родной земле так что если вам нравятся такие видео не забывайте ставить лайк подписываться на канал и обязательно делиться своим мнением в комментариях и распространять это видео в социальных сетях всем спасибо за просмотр всем пока